Картинка эта, то есть это должно было быть не так. Мы русские люди, действительно, именно Севастополь. Я не говорю за весь Крым, потому что весь Крым, он очень многошерстный, многонациональный, он такой совсем другой. Севастополь действительно, но мы не можем, понимаете, как. У нас выглядело, как будто мы не Севастополь нормальных, интеллигентных. У нас очень интеллигентный город, очень хорошие, интересные люди. Но выглядело это во время референдума, извините, как стая оголтелых бабушек, которые рвутся в СССР, забыв обо всем на свете, забыв просто не то, что, знаете, на ногах налипло, говоря, а просто и все. Когда я ему говорю, да вы что ж, подождите секундочку, хоть подумайте. О чем думать, зачем думать, мы назад в СССР. Знаете, как, назад в будущее. Если только пожилые люди так думали, а очень много было молодых людей, которые поддерживали именно не СССР. Я пыталась сказать о том, что я не против России, Севастополь в России, потому что Севастополь, он изначально русский город. Мне не понравилась история перехода этого. И, вы знаете, перехода этого города. Я не могу говорить за всех остальных, по-человечески мне тоже не понравилось. Нет, что не понравилось, зеленой человечке, что это тебе не понравилось? Сам контекст, ну что же, мы же цивилизованные люди, я увидела все. Я не знаю, как вы видели, что вы видели, я увидела все. Непосредственным свидетелем событий я не был. Просто большинство моих друзей участвовали в самообороне города Севастополя. Потом они были награждены почетными знаками за третью оборону Севастополя, соответственно, и так далее. Нет, просто две обороны, а это третья оборона. Здесь тонкость была в том, что почему возникла, почему возникла, вот вообще мысль эта про вежливые люди. На самом деле была проведена обычная войсковая операция. Обычно, правильно спланированная, хорошо сделанная войсковая операция, в которой участвовали специально подготовленные люди. И это были не уголовники, не бандиты, это были специально обученные военнослужащие российской армии. То есть они приехали сюда? Они не были здесь? Начнем с того, что Крым, в принципе, это очень милитаризованная зона. Очень милитаризованная зона. Еще в свое время еще фельдмаршал Мэнштейн говорил о том, что Крым это непотопляемый авианосец на Черном море. И поэтому он всегда являлся очень важным ключевым моментом в плане именно Черного моря. Потому что здесь всего-навсего 200 километров до Турции. В Крыму расположено было много военных частей, в том числе и российских, и украинских. И даже они часто соседствовали друг к другу. Рядом находились. Поэтому, когда случилась эта операция, просто были подтянуты специально обученные люди. И никак они не пришли в город? Мы их не видели. Они по городу там прям не ходили. Не было нигде. Ребята занимали просто ключевые точки. Ребята занимали ключевые точки на территории. Узловые точки обороны. Соответственно, на всякий случай. Никто здесь не планировал никогда. Ни боевых действий, ни войны. Ничего никто не планировал. Но на всякий случай основные точки были заняты. Самое интересное, что до сих пор же все оборонительные рубежи, которые находятся в Крыму, они остались еще со времен Второй мировой войны. Туда пришли люди, встали и вежливо всем объяснили. Почему вежливые люди? Потому что в севере разговаривали. А что делали с несогласными? А они были несогласными? А кто? Нет, были несогласные. Ничего с ними не делали. Они вообще не могли вылететься. Они не могли появиться даже. Да. Был голос майданский сход. Я могу сказать, что меня просто... Могу я сказать, подождите. Потому что я в этом... Да, в этой истории как раз походу все-таки альтернативная сторона. Потому что были несогласные. Они действительно не могли. То есть мы видели... Они есть? Послушайте. Они есть, не есть. Уже свершившийся факт. Мы не изменить этого никто не сможет. Это понятно и так. В принципе, я же говорю, страшного как бы особенно ничего не произошло. Кроме как это произошло. Вот для меня лично вот этот момент неприятия. Глобический захват? Несогласные были. Несогласные я знаю очень много людей, которые были несогласны. Причем из них достаточное количество коренных севастопольцев. Люди уехали. Есть люди, которые уехали, я знаю, которые уехали из этого города. Уехали навсегда. Уехали на Украину. Есть люди, которые пытались выйти на демонстрацию. Ну, понимаете, это очень глупо. Выйти на демонстрацию, которая состоит из очень-очень-очень восторженных тетушек, которые вопять... Там всего-то было, господи, 12 тысяч какого-то, да? На секундочку, взрослое население Севастополя 200 тысяч. У нас, значит, не все люди, да, этого города. В принципе, ничего плохого... Я считаю, что альтернатива в любом случае должна была быть. Даже не может быть, что вот все люди, как один, сказали «ах». Да? Ты знаешь, как выглядела эта альтернатива? Я видела эту альтернативу. Я знаю это. Поддержку Майдана... Не Майдана. Нет, секундочку. У меня есть друзья, которые поддерживают Майдан и Севастопольцы. Карина и Севастопольцы. Это поддержка Майдана. Это, ну, проукраинская позиция. Вот они пришли к кинотеатру «Дружба». Ну, выглядело... Это очень странно, потому что пришли против Майдана еще больше. И те, кто был за Майдан, не то, что их там прессовали, когда они поняли, что... То, что митинг в поддержку Майдана перелился в антимайданный митинг. Нет. Да? Мое... То, что я знаю, то, что я видела, и то, что я... Тех людей, которых я знаю, это было... Вот на Нахимову был обычный митинг, который, да, в поддержку России, то есть вот в вступление в Россию, в переход. Все это было очень ярко, очень громко, очень шумно. И в стороне стала кучка молодых людей. Это были девочки. То есть удивительно симпатичные девушки. Очень нежные, совершенно там прям приличные-приприличные. И несколько мальчиков, которые просто сказали, вы говорите хотя бы всю правду. То есть вы не говорите вот так вот, ах, лозунгами, да, ах, зашибись, ай, все случилось, ай, замечательно. Говорите хотя бы правду. Ну, быстро они замолчали просто потому, что им не дали... Очень крепкие молодые люди их просто оттеснили и сказали, уходите отсюда лучше, уходите. Собственно, это вот на моей памяти был единственный такой анти, грубо говоря, митинг. Я еще раз пытаюсь объяснить, что Севастополь изначально русский, по сути, с вами. Но люди здесь живут разные. Раз. Второй. Двадцать три года этот город был под Украиной. Хорошо, хорошо, хорошо. Две армии, два флота. Можно я, подожди, можно я договорю свое мнение? Это же мое мнение, правда? Да, да, конечно. Конечно же, кричат дурным голосом, что же эта Украина, клятая для нас, крымчан, хорошего-то сделала. Прошу прощения за обобщение, но что же эта клятая Украина для своей Украины-то хорошего сделала?